сегодня у нас в меню еще одно блюдо сельдереем а именно мы приготовим с вами суп сельдереем и яйцом потребуется нам совершенно абсолютно небольшой набор продуктов а именно зеленый лук одно перо сельдерей 250 грамм его нужно помыть и подготовить к тому чтобы с ним работать также вы можете использовать листья сельдерея для того чтобы украсить затем блюдо и два яйца как видите достаточно большие яйца это на две порции все пропорции будут сегодня приводится сельдерей мы нарезаем кусками среднего размера желаемой формы это могут быть не такие вот полукруг полукружие как бы дольки можно нарезать его и полосками разрезав его вдоль а потом уже нарезая полоски то есть это по вашему предпочтению зеленый лук мы нарезаем тонкими кольцами количество зеленого лука вообще зависит от того насколько вы его любите нам потребуется небольшая кастрюля в которую мы заливаем 1 литр воды также в коре иногда используют еще бульон на водорослях от ташима и сушеных анчосах мюльчи можно использовать и просто воду добавляем туда рыбный соус одну столовую ложку и также соевый соус одну столовую ложку соевый соус можно пропустить и затем заменить его солью то есть посолить блюдо в конце теперь нам нужно довести это до кипения подготовим яйца разбиваем 2 яйца в какую-нибудь глубокую миску удобную для перемешивания и добавляем в яйца мирин рисовое вино одну столовую ложку если его у вас нет то просто пропустите теперь нам нужно хорошо взмешать яйца до такой однородности немного посолим яйца где-то одна четвертая чайной ложки на в принципе по вкусу и основа перемешиваем собственно говоря все ингредиенты подготовлены и к этому времени у нас уже должна будет закипеть наша вода точнее уже бульон и туда когда это закипит мы добавляем нарезанный и подготовленный сельдерей теперь после этого нам нужно еще раз довести все до кипения немного помешали и доводим до кипения после того как снова закипит нам нужно варить еще одну минуту сельдерей его в принципе можно есть и свежим поэтому в долгом приготовлении обработки он не нуждается затем мы уменьшаем огонь и вливаем яйца делаем мы это понемногу и лучше через палочки для еды прижав их к миске и между ними тонкой струйкой вливая яйцо постоянно меняя направление строки то есть место над кастрюлей помешать яйцо палочками дважды и больше не трогайте и затем уже когда яйцо примет форму то мы добавляем зеленый лук помешали и все выключаем огонь единственное что еще осталось так это поперчить черный молотый перец и соль по вкусу это можно делать а можно и нет теперь можно подавать суп к столу это горячий суп его идет горячим он хорошо сочетается с отварным рисом и сам по себе он тоже очень хорош он такой легкий освежающий ароматный такой весенне-летний суп надеюсь вам было интересно лайкайте подписывайтесь здесь еще раз придет способ приготовления и ингредиенты и а и и и и а и и и в и в и c в в